Вес 77 килограммов, 600 граммов. Профессиональный рекорд 13 боёв. 11 побед, 2 поражения. Бойцовский клуб Рензел, Грейси, Филли, Чонавин Вэб. Его соперник в красном углу, ВС из России, город Прянск. Ему 28 лет. Рост 175 сантиметров, вес 77 килограммов, 550 граммов. Профессиональный рекорд 27 боёв. 22 победы и 5 поражения. Бойцовский клуб Радь и северный десант Николай Алексаки. Префери Микаэль Вахтер, Германия. Хорошо, господин, вы both know the rules. Протеивайтесь от any time. Если я говорю stop, то start. Keep it clean. Shake hand, если хочешь. Go back to corner. Stay there. Stay there. Are you ready? You ready? Let's go! Итак, бой начался. Коля в привычной для него манере двигается. Вэб, в принципе, принял манеру второго номера. Меняет стойки. Тоже подергивает. Достаточно уверенно чувствует себя в стойке. Посмотрим, что он будет делать. Ну, пока не дает, да, подойти поближе Николаю Алексахину. А Николаю нужно поближе. Да, очень неплохо двигается. Не прижимается к клетке. В принципе, он около клетки, но не прижимается. Так, там Николай потихонечку забирает территорию. Ему нужно сближаться. Мы знаем, какой хороший удар у Алексахина. А вот здесь все очень быстро меняется. Да, отличная подсечка от Алексахина. Он часто ее использует. Например, в бою с Инамото он отбил так ему ногу, после чего Инамото был вынужден сдаться. Но Вэб очень круто среагировал на это. В принципе, мы так понимаем, что он готов. Он готов и очень неплохой, ну, попытка перевода в партер. Но Николай здорово отзащищался. Ну, вот Алексахин сам в интервью говорил про соперника, что посмотрели, что он делает, как он дышит. Взрывной, непредсказуемой, опасно бьет руками и ногами дрался в UFC. В принципе, он представляет школу Грейси. Значит, мы допускаем, да, что у него отличный партер. Но я вам скажу, так как я базовый ударник, он очень-очень себя комфортно чувствует стойки. Он достаточно чувствителен. В принципе, Коля пока не нанес ему никакого урона. А прошло уже две минуты первого раунда. Не может пока Алексахин подобраться к сопернику. Не дает это сделать. Да, он постоянно угрожает. То есть есть опасность перевода в партер. Вот. Здесь подловил, но не стал, не стал прыгать дальше Николай Алексахин. Прекрасно понимает, что может быть контрмера. Так, справа дуб практически достал он сейчас Веба. Попытка перевода. Опять же, Николай здорово отзащищался. Секундант Николая Александр Сидорин подсказывает, что Веб реагирует на ноги, чтобы Николай через финт показывал ногами и пробивал руками. Николай очень здорово обрабатывает переднюю ногу оппонента. Веб же выбрасывает такие одиночные, но достаточно плотные удары. В принципе, не дает он к себе подходить так. Ну и плюс, да, опасность перевода в партер. Все-таки она присутствует здесь тоже. Ну вот сейчас поджался, кстати, к сетке Веб. Но я думаю, что он начал поджиматься к сетке, потому что нет опасности перевода от Николая. Николай вряд ли будет делать проход. Но есть опасность пропуска ударов плотных, потому что Николай бьет очень плотно. Хорошо сейчас подсек, кстати говоря, Алексахин. Но при этом в партер не пошел, и это логично. У Николая есть план на бой, и он его придерживается. И мы видим, что Веб не может ничего сделать в стойке. Не получается перевести, он не может подобраться. А конкурировать в ударной технике, ну, пока откровенно, ну, не получается. А Алексахин стал, кстати, подходить с ударом. Он стал подходить с ударом. У него одиночные удары стали проходить. Опять хорошая подсечка от Алексахина. Так, решил рискнуть Николай. Ну, здесь можно, да, в принципе, просто поразбивать бедра и голени. Но в своем стиле Николай бьет, понимаете, всегда этот удар в икроножную передней ноги. И он очень травматичный. То есть он очень болезненный. И, поверьте, даже когда в щитках на тренировке он пробивает так по ноге, то это очень ощутимо. А когда Коля бьет его без щитков, соответственно, берцовой костью, я прекрасно понимаю, почему Веб меняет стойки. Ох, какой хай-клик быстрый от Алексахина. И тут же в корпус вправо попадает Николай. Попытка перевода, но издалека Николай все видит. Здорово отзащищался. Так, решил все-таки завязаться. А вот и перевод от Веба. Очень здорово поймал, забрал корпус. Другое дело, что времени не очень много у американца. Да, что хорошо для Николая, но пытается забрать спину. Нам показывают угол сейчас. Вы знаете, очень видно по спортсменам, как они себя чувствуют. И я вам могу сказать уверенно, что Веб контролирует в партере здорово. Но Коля отзащищался. И это очень важно. Будет ли забирать Алексахин концовку? Хорошее колено в голову. Но там успел убрать подбородок все-таки Джуна Генуэль. Да, вот пока у нас перерыв. И я вам скажу, что есть такая проблема у большинства борцов. Я ни в коем случае не скажу, что у всех, но у большинства. Что когда они делают попытки перевода, и они не получаются. То есть оппонент отзащищался раз, два, три, пять, начинаются проблемы. То есть психологически... Что делать дальше? Да, психологически это очень тебя пошатывает. Когда твой геймплан не срабатывает, а ты всю ставку делаешь на борьбу. То есть по ходу надо менять, а при этом, что Коля нанес достаточно количества плотных ударов. И не совсем получается конкурировать с ним в стойке. Но это то же самое, когда базовый ударник наносит точный удар, и соперник не падает при этом. 10-9. Уверенно первый раунд за Николаем. Смотрим дальше. Итак, друзья, для тех, кто только что к нашей трансляции присоединился, напоминаю, место действия город Челябинск. RCC-6. Николай Алексахин. Перчатки с красным скотчем против Джонавина Веба. Перчатки с синим. Веб-американсы... Неплохое попадание от Веба сейчас. Алексахин представляет Россию. Один из самых интересных полусредневесов, наверное, в России. Совой категории до 77 килограммов 100 граммов. Пошел вперед Олег Исахин с ударом. Напоминает, да, чем-то начало первого раунда ситуация в клетке сейчас? Ну, я думаю, что все три раунда, если бой продлится всю отведенную дистанцию, будут в таком ключе. Николай будет раздергивать, поджимать. Это, в принципе, его манера. Веб будет ждать свой момент для перевода в партер. Потому что мы видим, да, что разница в ударной технике, она есть. Отрицать это просто было бы глупо. Но и у Веба, так скажем, не очень большой процент досрочных побед именно нокаутами. Именно в стойке. Я почему оговорился про всю отведенную дистанцию? Мы знаем, что Николай, ну, это так выражаясь, яркий финишер. То есть он заканчивает бои досрочно. Потому что бьет он очень плотно. Потому что умеет это делать. Опять-таки я вспоминаю его впечатляющий нокаут, которым он закончил бой в свою пользу с бразильцем Родриго Кавалерио Кореи. Ой, отличный хайкик с правой ноги от Николая. Я не знаю, как голова Веба выдержала это, но, как мы видим, кажется, даже не потряс. Продолжает работать первым номером Николай Алексахин. А вот сейчас жесткий был, жесткий лоу-кик от Алексахина. Прям очень жесткий. Классический тайский прием. Прихватил ногу, скинул и пробил по задней поверхности бедра. Коля очень уверенно себя чувствует в стойке. Очень здорово смотрится. Но не стоит расслабляться, потому что Веб очень опасный парень. Он ждет, и это видно, что он ждет. То есть он, в принципе, может ждать практически всю дистанцию боя, но если появится момент, он вцепится и будет работать в партере. Хороший жесткий лоу. И тут же двойка на руках от Алексахина. Причем так под опорную ногу было видно. И вот совершенно справедливо ты замечал Алексей. Сразу же поменял опорную ногу. Да, и сразу же та же подсечка во внутреннюю сторону. Веб отстреливается одиночными ударами, но мы видим, что Коля контролирует дистанцию. В принципе, там буквально один-два, может быть, дошли до цели. Там хай-кик от Алексахина, но успел поставить руку Веб. И вот хорошо сейчас... Отличная двойка. Да. Начал миксовать удары Алексахин. Бить не только ногами, но и затем повторять удар на руках. Начал комбинировать. Секунданты подсказывают, как только меняет Веб стойку, сразу же пробивать с дальней руки по корпусу. Это, конечно, актуально, потому что, когда Веб меняет стойку, близко печень. И это здорово сказывается на функциональном состоянии. Благородный Николай Алексахин. Немножко фаерплей. Коля протянул руку после того, как Веб подскользнулся. Хорошо по корпусу справа. Есть. Низковато держит, кстати, правую руку Веб. Хорошо. Отличная серия. Но здесь опасно. Молодец, Алексахин не стал рисковать. Другие бы сказали, почему не пошел добивать. Нет, нет, зачем. Коля придерживается своего плана. Это очень грамотно, но была просто шикарная серия на загляденье. Я думаю, что Веб понял, упав, может быть, даже имитируя легкий нокдаун, он понял, да, что Николая затащить на нижний этаж не получится. Продолжает поддавливать Алексахин. Ну, вообще уже так на кураже немножечко Николай работает, мне показалось. Да, Николай поймал кураж, как бы. Так, отзащищался. Здорово себя чувствует, видно, что он... Хорошо! Не-не-не, не надо. Зачем? Ну, хотя там осталось-то до конца раунда. Решил рискнуть Алексахин. Ну, в принципе, да, я просто упустил на секундочку время. За 10 секунд до конца раунда почему бы и не пойти вниз. Но отличное попадание. Коля действительно поймал кураж, он себя прекрасно чувствует в стойке. И видно, что он получает удовольствие от происходящего. У него все получается, все идет по его плану. Но, тем не менее, Веб все равно опасен. Конечно, опасен, безусловно. И мы видим, что он постоянно угрожает. Даже упав вниз, когда Коля, кажется, полетел его добивать, он за 10 секунд до конца все равно начал предпринимать попытки, какие-то действия в партере. Поэтому этот соперник далеко не подарок. Но, как я говорил в начале боя, надо понимать, какая у него база, какой у него уровень вольной борьбы. К сожалению, переводы... Два удара просто мимо были у Алексахина сейчас видно на повторах. Тогда в динамике показалось, что он зацепил его. А здесь вот тактическая хитрость у Веба как раз и была. Да, я же говорил, да. Я же говорил, да, же вполне... Ну, есть вероятность, что Веб может имитировать нокдаун, чтобы Николай пошел в партер. Вебу надо идти ва-банк, потому что... Два раунда он проиграл. Два раунда, конечно, он проиграл. Итак, у нас финальный раунд в поединке Николая Алексахина. И Джона Увина Уеба, Россия, США, полусредний вес, хай-кик от Алексахина. И не меняется картина поединка. По-прежнему Николай работает первым номером. Уэб у сетки. Отличное попадание по корпусу от Николая. Защищался от хай-кика Алексахин. Перестал сам Уэб уже предпринимать попытки, да, прохода? Заметьте. Я думаю, что он ждет попытки прохода. Но Николай здорово двигается на ногах. А вот касаемо ударной техники, Двебу просто, ну, нечего противопоставить. Это надо признать. И он выбрасывает одиночные удары, Но они уже плюс такой тоннаж пропущенных ударов. Все-таки я не думаю, что его удары несут сейчас какую-то опасность, Именно нокаутирующую мощь. Я так думаю, что у Уэба в голове только мысль, Как бы мне зацепиться за Алексахина и перевести его в партер. И пока он пережидает, Алексахин бросает удары, пользуется этим. В принципе, можно расстреливать у Уэба. Там мы видели лоу-кик как раз-таки под опорную ногу от Алексахина. Так, попытался зацепиться в инсайде була. Да, ну, отличный апперкот от Николая. И, в принципе, остановил эту попытку. Взял Алексахин паузу. Уэб на велосипеде, как обычно в этом поединке. Попытался встретить апперкотом Уэб, но дистанция была слишком длинная. Длинная. Прошла половина финального раунда. Ну, в принципе, картина не меняется, как мы и предполагали. Николай строго следует плану. Уэб пытается что-то придумать, но я не знаю. А вот здесь попытка от Уэба. Да, но Николай здорово встал из партера. Да, успел, успел. От защищался Алексахин. Ошибка от Николая сейчас была, ну, тут как бы, знаете, в паре. Ошибка от Николая при ударе с разворота. И очень здорово поймал момент Уэб. Другое дело, что уже третий раунд. Ребята скользкие, и здесь прям плотно захватить, ну, уже проблематичненько, наверное, все-таки. Да, поймать уже далеко непросто. И, поверьте, Николай такой вертлявый, ему не нравится уходить в партер, поэтому очень тяжело его там удержать. Нам показывают угол Уэба. Там, если нелегкая истерика, то переживают, конечно, сильно. Немножечко темп боя спал. Жетко и быстро от Алексахина. Ну, а выбор уже просто расстреливает Алексахин соперника. Да, не может совсем подобраться Уэб. Вроде бы пытается, уже не знает, как схватить. Хайкик, но здесь на месте рука. Похоже, как отличное попадание по корпусу. Видите, да, Николай строго, очень строго следует плану. То есть, все, что ему говорят его угловые. А вот был шанс небольшой для Уэба, но... Вы видели, да, как только пятая точка Николая коснулась канваса, он сразу вскочил. То есть, насколько он собран. Неплохо. Заканчивается третий раунд. Отчаянная попытка Уэба пройти в ноги заканчивается ничем. Бэкфист от Алексахина, но не долетел кулачок. Привет из бразильской Кэпуэры сейчас был. Заканчивается третий раунд. Будет ли спурт от Алексахина в конце или нет? Ой, достает удар с разворота. Достает. Достает. Подгон. Да, в конце раунда Николай побаловал публику. И удар с разворота, и колено в прыжке. Но мы видим, что немножко недовольны Николай своим выступлением. Я думаю, все из-за того, что не получилось финишировать соперника. Отдать должное Уэбу. Он хорош. Он хорош. Он очень терпелив. Осторожен. Да, в принципе, он очень чувствительный для борца. И Коля попадал, но не столько, сколько, наверное, планировал. То есть очень много ударов прошло вскользь. Под ноги Уэб поднырнул где-то. Отдать должное надо. Соперник хорош. Но плюс еще один момент, Алексей. Уэб не шел вперед. Его было сложно подловить навстречу. Он постоянно шел по боковой. Да, но при этом Николай шел вперед. Ты постоянно поджимал. В принципе, гораздо легче бить, когда ты идешь вперед. Ну, то же самое можно сказать и о борьбе. Легче бороться, когда ты идешь вперед. Я смотрел, брат, я видел. Ну, вот здесь красиво было, да. Ну, друзья, совершенно ясно, кто в этом поединке выиграл. Но мы, тем не менее, вперед в паровозы бежать не будем. И дождемся решения судей. И снова аплодисменты бойца. Итак, в этом бою победу единогласным решением судей одержал... Николай Алексакин одерживает очередную победу в рамках турниров RCC. Наши поздравления, Николай, уважение его сопернику. Во-первых, можно пригласить мою девушку в ринг? Мне очень важно, я надо сказать ей. Пусть пройдет. Дорогие друзья, нам ждала аплодисменты авансы! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всем спасибо большое. Что пришли, хочу всех поздравить с наступающим Великим Днем Победы. Мирного неба над головой. Еще хочу поблагодарить Игоря Алексеевича Алтушкина за то, что дает такую возможность выступать на таких турнирах. Хочу поблагодарить свой тренерский штаб. Эта победа ихняя заслуга, только их и моих ребят, спарринг-партнеров, которые помогали мне. Еще хочу поблагодарить команду «Рать», команду «Северный десант» Александра Анатольевича Петермана. И всех вас спасибо!